Всем привет! Дубль 2, то есть снял уже видео со распаковкой данного ножа, но видео получилось вертикальным, я не смог его нормально перевернуть ни в одном редакторе. Короче, поехали! Героем данного видео станет уже широко известный в узких кругах нож от замечательного ярославского мастера Андрея Титова, Ти Вуд Стандарт, либо Ти Вуд Большой. В данном видео будет только голые цифры, факты ТТХ, будет обязательно второе видео длинное, где я расскажу историю одного ножа, моего знакомства с ним и историю приобретения, покупки. Короче, все, что я хочу сказать, больше чем голые факты будет в том видео. Переходите по ссылке в описании, либо где-нибудь вот в этом правом верхнем углу. Сейчас начнем. Ножны кожаные, достаточно классической покрой, двойная строчка. Значит, белая нитка, это по моей просьбе, обычно здесь бывает черная нитка. Я попросил белую, потому что она смотрится лучше. Отверстие, петелька под огниво, это тоже опция, и можно заказывать с ней, можно заказывать без нее. Значит, подвес фиксированный, выполнен таким образом, что петелька запущена, как видите, внутрь и здесь на заклепке, ну и здесь на двух заклепках. Вот это вот прямоугольная скоба, это тоже опция, я попросил сделать ее туда внутрь, обычно она не идет. Попросил сделать ее, потому что заказал еще и свободный подвес, то есть широкая петля свободного подвеса. Можно было ее сразу сделать сюда, но я решил отдельно, чтобы была вариативность, можно было и на фиксированном подвесе, можно было и в свободном. Надеваешь это на ремень, а сюда вот через карабинчик, то есть супер свободный подвес. Дальше достаем сам нож. Тивуд большой, либо Тивуд стандарт, Сканди Гринт, то есть это нож со скандинавскими спусками в ноль. Я бы сказал в ноль, но здесь есть микро-микро-нано-подвод, чтобы сделать кромку более устойчивой. Знаменитая буква Т, лого Андрея Титова и с обратной стороны сталь N690. На рукоятке Микарта, такого красивого черно-серого цвета. Форма клинка Спирпойнт, то есть такая копьевидная, или я бы сказал, как мне больше нравится говорить, листовидная. Здесь чуть поуже, здесь пошире. Давайте сразу к измерениям. В этом месте у основания 25 мм, в самом широком месте ширина клинка 28 мм. Длина клинка 116, даже с половиной миллиметров. Ну, заявлено 115, но лишний миллиметр не будет лишним. Извините за тавтологию. Значит, как уже сказал, скандинавские спуски примерно, ну, где-то 1,4, где-то 1,3. Рукоятка, длина рукоятки 112, если не ошибаюсь, миллиметров, 120 миллиметров. В самом широком месте, ну, пусть будет 23. То есть, рукоятка по форме очень-очень удобная. Здесь идет под указательный палец чуть тоньше, под средний безымянный утолщение и под мизинец опять утонщение. И к навершию снова расширение, чтобы было удобнее удерживать. То есть, не высказывая нож из руки. В профиль тоже под пальцевая выемка. Для среднего и безымянного тоже толще. И для мизинца тоньше. То есть, можно сказать, классическая такая. Ну, не совсем классическая, но очень удобная. Прекрасно заполняет руку. Финиш рукоятки полированная такая микарта. Но она, не сказать, что цепкая, но уверенно сидит в руке. По клинку финиш по основной части продольный сатин. По спускам поперечный сатин. То есть, все очень красиво. Очень нравится мне, что рукоятка монтируется именно на трубках, на таких развальцованных. И в G10, в микарте сделаны тоже такие выемки. Что это не просто, как бы, такое крепление. Но это еще и очень удобно функционально. То есть, сюда можно ставить палец хоть в таком хвате. Для указательного тоже удобно ложиться вот при таком строгательном, молоточном хвате. При каком-то, не знаю, таком вот отверточном, как бы, хвате. То есть, ну, очень удобно. И это дополнительная цепкость, так скажем. Рукоятью ему очень удобно оперировать за счет вот этих самых отверстий и выемок. Толщина клинка должна быть 3,5, даже 3,7. Там генциркуль у меня батарейка села. Ну, около 4 мм ширина, толщина клинка. Здесь не обращайте внимания. Это я уже огнивом попользовался. Вес, вес, вес немаловажно для ножа. Сам нож весит 206 граммов. Немало, согласен. Но это как бы не DC-шник, это походный нож, нож для леса, лагерный нож. Основной, я бы сказал. То есть, такой небольшой переросток, но стандартный хороший нож. То есть, больше, более большой, так скажем, чем обычный. Так, 206 плюс ножны 302 грамма. Ну, если с этой петелькой, уж совсем до кучи. Ну, 326. То есть, не велика цена для именно походного ножа. Понятно, что это нифига не городской нож. Очень классный. Дальше, дальше. То есть, Андрей Титов также предлагает и огнива. То есть, огнива он от огнива про, если не ошибаюсь. Но он делает рукоятку, такое навершие для огнива в цвет рукоятки. То есть, рукоятки бывают, как у меня, из Микарты. Из G10. Черный, синий, красный. Возможно, еще. Раньше делались еще из дерева. Рукоятки я хотел из дерева. Но Андрей рассоветовал мне из дерева. Ну, я последовал совету. G10, естественно, тяжелее Микарты. С G10 и нож весит там по 250 граммов. Микарта очень приятная. Ну, и не менее тяжелая, чем G10. Что я? Про что? Да, то есть, огнива. Сама ручка для огнива из того же материала рукоятки стоит 800 рублей. Ну, если вместе с огнивом, здоровенный кусок огнива, будет 2000 граммов. Огнива с рукояткой. Я посчитал, что это дороговато для огнива. Огнива я закажу в Китае. Наверное, здесь войдет 8 миллиметров. Или даже 10. Ну, диаметр огнива имею в виду. Рукоятку можно сделать из дерева самостоятельно. Возможно, сделаю. Ну, пока мне друг подарил вот такое вот огниво. Вернее, это был просто стерженек. Толщина 5 миллиметров, если не ошибаюсь. Или даже меньше. Ну, это не важно. Да, около пяти. Это кусочек резинки на термоусадке и капелька суперклея. Пока походный такой вариант. Вот так вот. И вот так вот. Очень вполне рабочий вариант. Сталь N690 нержавеющая. Но здесь на обухе. Обух Остер и специально. И Андрей так делает. Я попросил, чтобы так было изначально. Но оставляет небольшие следы от огнива. То есть, прекрасно высекает искру. На этом, пожалуй, буду заканчивать. Будет обязательно долгое видео с историей данного ножа. Будет уличный тест. Я просто хочу ему построгать. Я уже чуть-чуть построгал дома. Но совсем чуть-чуть, чтобы не мусорить. Просто божественно нож работает по дереву. Переходите по ссылкам. Чуть позже будут еще видео. По этому замечательному ножу. Спасибо за внимание. Ссылку на группу ВКонтакте. Где вы можете списаться с Андреем. И заказать нож. Я, естественно, оставлю в описании. Пока.